Марафон Около 200 спортсменов, несмотря на холод и ветер, вышли на татами. В этот день они боролись не за метали, а за тех, кто пострадал от наводнения. Цель благотворительного марафона – сбор средств для детей с подтопленных территорий. В марафоне приняли участие все Федерации Амурского отделения Российского Союза Боевых Искусств. Среди спортсменов даже проводили отбор. К участию допустили только лучших. Меня лично отправили родители как по брату, по стопам, по старшему. Он занимается тоже каратэ, ведет здоровый образ жизни, и я за ним иду. И скоро младший брат еще пойдет. Это здоровый образ жизни. И многим спортсменам он нравится, поэтому многие продолжают ходить. Пропаганда здорового образа жизни – еще одна цель марафона – привлечь в свои ряды новых спортсменов. Главное – желание тренеров. В этом году впервые в рамках марафона прошли выступления «Будакан». Это нунчаки. Сложно научиться? Нет, главное стараться, пытаться, не сдаваться. А больно? Нет. Если привыкнуть, то нет. Кеку-шинкай каратэ, каченуки, дзюдо, кэндо, ушу, айкидо, джиу-джитсу и рукопашный бой – далеко не полный список. Соревнования и показательные выступления длились 12 часов. Уже вечером на сцену вышли известные благовещенские спортсмены. В соревнованиях по Тамишеваре принял участие даже начальник городского управления спорта Дмитрий Кутека. Но победителем стал молодой спортсмен Юрий Латайкин. В сумме он разбил 11 досок. То есть тут должен быть сильный дух, физически сильный. Ну, и не бояться, я думаю. То есть нужно знать, сколько ты сможешь сломать. Ни больше, ни меньше. Мы ходим через благотворительность, через то, что ребята показывают свое умение, то искусство, которому они обучились. И они этим самым могут еще оказывать помощь другим, более слабым, более нуждающимся в этом людям. Уже вечером зрители увидели рейтинговые поединки с благовещенскими спортсменами. За победу боролись представители Хабаровска и Владивостока. Все это время на площади деньги собирали волонтеры. Сегодня ящики вскрыли в Амурском отделении Российского детского фонда. Два года назад спортсмены и детский фонд уже проводили совместную акцию. Тогда на вырученные средства построили детскую площадку для детского противотубрикулезного диспансера. В этот раз все деньги уйдут на покупку зимних вещей и обуви для детей, пострадавших от наводнения. 37 595 рублей 75 копеек. Такое сложное время – это, конечно, подвиг, потому что и холодно было, и народу было мало. Но то, что вы сделали – это здорово. Это мы сейчас покупаем детям зимнюю одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова